Ржевский Кирилл представляет Приветствую всех, мои друзья! Кирилл Ржевский снова с вами. И, собственно говоря, это мой последний видеоурок по линейке о 64-битной операционной системе. Значит, расскажу вам, как уже непосредственно работать за компьютером после переустановки Windows 7. 64-битный, да и вообще любой винты. То есть, даже 32-битный, неважно какой. Покажу вам, как, собственно говоря, настроить свой компьютер, чтобы вас уже можно было пользоваться после переустановки Windows 7. Еще раз повторяю, неважно какой. Хоть вы 64-битную поставили, хоть бы 32-битную. В общем, сначала вам понадобится всего лишь три программы. Причем хочу вам сказать, что... Сейчас многие могут меня затратить в комментариях. Так, это не обращаем внимания. Это просто я сейчас снимаю рабочий стол. Производительность упала из-за этого немножко. Поэтому такое вот сообщение включается. Повторяю, значит, что многие могут меня затратить в комментариях, если я сейчас это скажу. Но я скажу то, что вам антивирус не нужен. Антивирус, он мне нужен, потому что я уже полгода пользуюсь без антивируса с своим компьютером. Миллиарды сайтов все перезаходил, все у меня в порядке. Да и тем более бесплатные антивирусы, они вам 100% никак не помогут, ребята. Так что их лучше даже не думайте скачивать. Если только покупать. Сейчас лицензионные антивирусы, они довольно-таки дорогие, хочу вам сказать. А я вам, собственно говоря, сейчас покажу, что вам нужно для того, чтобы уже пользоваться операционной системой Windows. Ну, Windows 7, не важно какой. Значит, вам для начала понадобится программа. Значит, у вас будет стоять все в разрешении экрана 640 на 480. Так, да, все. Задолбали сообщениями. 640 на 480 будет стоять, либо 800 на 600. 800 на 600 у вас будет стоять разрешение экрана. То есть, вот, ладно, я не буду показывать, вы, в общем-то, понимаете. Штой висок. И у вас будет, по-моему, доступно максимальное разрешение экрана, если вы захотите поменять вот здесь. У вас будет доступно 1280 на 720, по-моему, или даже меньше даже. Сейчас я вам покажу, что нужно скачать. Это три программы. У меня они все на Яндекс.Диске. Я оставлю ссылки в описании везде. Значит, смотрим. Вот они все. Значит, вот он, рег органайзер нам понадобится для того, чтобы нормально работать за компьютером. Клинер нам понадобится. Клинер, наверное, все знают, что такое клинер за программа. Разумеется, любой, каждый знает. Она очищает мусор, собирает данные. И драйвер-бустер. Вот это, наверное, самая главная программа, которая нам сегодня понадобится. Многие могут о ней вообще не знать. Но, ребята, знайте, что она очень важна для того, чтобы хорошо работать за компьютером. Разумеется, все эти программы вы должны юзать не менее одного раза в месяц. Хотя бы. Да. Где-то так. Значит, все. Я не буду ссылки показывать. Все на Яндекс.Диске. Заходите. Ссылки все в описании под этим видео. Заходите на Яндекс.Диск. Вот по этим ссылкам они будут в описании. И скачивайте. Просто скачивайте. Собственно говоря, все. Поэт, я сказал. Теперь расскажу уже в целом про каждую из программ. Значит, заходим. Мы сейчас на... Давайте на Клинер, допустим. Нет, сейчас на драйвер-бустер. Драйвер-бустер. Мы заходим. Так, ждем, пока он у нас включится. Как я уже говорил, производительность у меня упала. Чуть из-за того, что я снимаю. Да и тем более с Бандикама. Значит, вот у вас запустится программа. Ну, при первом запуске у вас будет сразу написано состояние драйверов уже там устаревшее. Или что-то типа того. Вот у вас идет инициализация. Это, кстати говоря, драйвер-бустер 3. Это новый драйвер-бустер. Может, уже новый вышел. Новая версия. Но фиг его знает. Я пока что у меня этот... Этого мне достаточно. Значит, просто он вас проверяет. Это вот драйвера. Потому что самое главное в компьютере это драйвера. Разумеется, при первом запуске он найдет у вас именно те драйвера вашей видеокарты, которые, собственно говоря, помогут вам автоматически поставить ваш экран в разрешение, максимальное разрешение под ваш монитор. То есть у вас, допустим, в мониторе разрешение экрана 1400 на 900, и у вас будет стоять разрешение экрана 1400 на 900. И она у вас поставится после перезагрузки компьютера. И также он довольно еще другие драйвера может у вас переустановить. Вот у меня видеоадаптер устаревший. Разумеется, он обновляет драйвера с помощью интернета, но у вас он, разумеется, есть, а то бы вы не скачали бы эту программу и не посмотрели бы это видео никак. Так что тут не поспоришь с этим. Так, у меня один видеодрайвер. У вас же будет тут вообще огромное просто множество. Вы просто нажмете «Обновить все». И при первом обновлении всех драйверов это занимает где-то, ну, у меня это заняло минут 15-20. Потому что некоторые драйвера обновляются только после перезагрузки компьютера. Вам придется перезагружать компьютер, собственно говоря. Но я обновлять не буду, я это все обновлю после видео, потому что это у меня будет дать долгое время. Я просто сверну это окно и потом все уже обновлю после этого видео. А вы же уже обновляете. Так что, так. Еще раз повторяю, что у вас тут будет огромное количество стоять устаревших драйверов, вы их все обновляете. Так что, все. Вот новейшие у меня все стоят, которые не требуются. Так что, все. Драйверы процессора, драйвера видеокарты, драйвера звука. В общем-то, все-все-все-все-все. Так, в общем, с этой программой мы разобрались. Она очень-очень хорошая. Мне нравится. Так что к ней никаких у меня претензий и привлеканий нет. Так, извиняюсь. Так. Значит, дальше. Далее. Эта программа наверняка все знают. И на момент записи этого видео наверняка она у всех есть, но все равно, мало ли у кого-то ее нет. Но она у меня и на телефоне есть, на моем андроиде, и на компьютере она у меня есть. Довольно-таки удобная программа. Просто проводим очистку. Блин, что-то на апдейт что-то нажал. А, доступно новая версия. Но я потом буду ее загружать. Так, давайте мы, наверное, что-то у меня это... Сейчас, секундочку. Что-то у меня зато затупило, блин. Понятно, что нет. Так вот, нажимаем просто на очистку. Так. Значит, что тут нужно сделать? Вы тут ничего не трогайте, галочки оставляйте, какие тут стоят. И нажимаете слово «Анализ», чтобы вас проанализировало то, что вам нужно именно очищать. Вы можете сделать также очистку дисков. Это довольно-таки хорошо помогает, особенно если заполнен полностью диск С. Но это делается очень-очень долго, даже где-то в течение часа. Но зато у вас диск С будет точно до синего пространства очищен. Вот он у меня стоит. Так что... Ну, я это, разумеется, сейчас могу даже с вами сделать. В принципе. Вот «Анализ» нажимаем. И компьютер уже очищает. Тут даже написаны характеристики вашего компьютера, процессора, видеокарты и всего. Всего-всего. Все, он ищет, значит... Файлы. Ну, он это может делать долго, потому что... Ну, у меня он долго будет это делать, потому что я давно уже не очищал. В принципе. Так, вот она первая очистка у нас. Мы ждем просто, пока он очистит. Так, просто нажимаем «Очистка». Достаточно один раз сделать всю эту очистку. Так что, ребята, ничего не бойтесь. Все программы без вирусов проверены. Так что я ее вам еще раз повторяю. Да, и мне в комментариях пишут по поводу, блин, видеоуроков. Я вам еще раз повторяю, что видеоуроки у меня выходят один раз в неделю. По моему графику. Ну, могут и не выйти, потому что у меня, как бы, могут свои быть дела, из-за которых я могу не выпустить новостки. Но так у меня основной график – это один раз в неделю видеоуроки. Сейчас я довольно-таки буду редко вообще что-то делать на канале, потому что у меня сейчас своих вообще проблем выше крыши были. Да что, блин, не успеваю ничего. Так, ладно, дальше. Реестр. Тут мы очистили и очищаем до тех пор, пока тут не будет очищено, ну, 0 байт. Не будет написано, что очистка полностью завершена. Дальше. Реестр. Тоже ищем проблемы. Тут могут сказать, что вот сохраните там резервные копии. Нет, не надо ничего сохранять. На самом деле тут у вас ничего такого не произойдет. Исправить. Нет, не сохранять. Клинер никак у вас не найдет то, что могло бы вам повлиять на работоспособность компьютера. Исправить отмеченные. Все. И можно еще раз поискать. Да, видите, надо тут по три, по два раза вот так вот искать. Еще раз исправляем. Нет. Исправить отмеченные. И еще раз так, на удачу. Пройдемся просто. Все, видите, неполадки не найдены, значит все, идем дальше. Ну, тут сервис. Тут ничего не трогаем. Тут, так, ну ладно, удаление программ, автозагрузка. Вот тут вот мы смотрим. Потому что автозагрузка, она тоже влияет на запуск, на время запуска вашего компьютера. Если у вас будет, блин. Так, вот это мне нужно тоже отключить все. Выключить. Да. Потому что чем больше у вас будет стоять программ автозагрузки, тем дольше у вас будет загружаться, включаться ваш компьютер. Да и выключаться, в принципе, тоже. Так, ну тут я никогда не лазаю. В принципе. Так, он тоже надо будет удалить. Firefox. Так. Google Chrome. Так, ну это у меня с Яндекс.Браузером. От Google Chrome у меня тут сайхром.нет. Акью от антибаннера. Это мы ни в коем случае не выключаем. Так, опера у меня ничего нет. Анализ дисков. Анализ дисков. Это для меня сейчас тоже, в принципе, что-то новое, ребята. Потому что я никогда эти настройки не проходил. Но опять же, это все очищаются диски ваши. Это есть и в первом, вот, в первом, в первом разделе очистка. Так что, в настройках вы ничего не трогаете, в настройках ничего вообще не трогаете. И апдейт вы тоже не трогаете. Просто так, дальше. Анализ дисков. Опять же, говорю, все у нас в первом разделе есть. Также можно очистить любые диски, которые у вас загружены. У меня диск F, диск E, диск D. Можно провести вообще полную очистку дисков, тогда у вас отрутся все ваши данные. Так, значит, поиск дублей. Это что у нас? Тут не надо ничего вообще. Тут вы ничего вообще не трогаете. Это вам не нужно. Восстановление системы – это по желанию. Но, честно вам скажу, ребята, честно вам признаюсь, мне никогда восстановление системы не помогало. У меня, помню, по случайности удалялось множество файлов с компьютера. Я проводил восстановление системы, полное восстановление системы, чтобы попасть на ту точку, когда эти данные у меня еще были. Но нет. Даже когда писали, что восстановление системы проходило успешно, все равно мои данные не возвращались. Так что это пустое все, это не нужно. Ну и диск – это чтобы полностью освободить все пространство. В общем-то все, с этой программой мы разобрались. Теперь переходим мы к REC-органайзеру. Много существует версий REC-органайзера, но самое лучшее – это 5.46. Ха, Димыч, пошли. Это 5.46 версия, она бесплатная, к ней не нужно никакого ключа, ничего такого. Просто ее устанавливаете и все. Значит, вот. Это вам ничего не нужно. Ничего вот это вот. Вам нужно только вот эти вот три рамочки. Значит, первое. Это логическая структура реестра. Мы нажимаем «Запустить реестр» и начать. У нас теперь будет минуту, наверное, или так, подожди секундочку. А, вот. Наверное, полторы или две минуты будет у нас это все искать. Тут у вас будут находиться проблемы, связанные с реестром, и, разумеется, они будут у вас очищаться. Так, тут, наверное, мне придется момент этот вырезать, пока он у меня пройдет до конца. Хотя, в принципе, сейчас он, наверное, быстро пройдет. Ладно, вырежу этот момент. Так что все, сейчас пройдет у меня до конца. И я возобновлю это видео. Итак, ребят, сейчас тут закатан немножко психанул. Слишком эта фигня долго, блин, шла. Я сейчас извиняюсь. Ну, перед собой, разумеется. Итак, у меня это шло очень долго, потому что я уже два месяца не обновлялся. Как видите, 68 дней назад. Сейчас, секундочку, я так нормально сяду. Значит, у меня 144 проблем. У вас может быть больше проблем, потому что... Ну, у вас, нет, у вас, наоборот, будет меньше проблем, потому что у вас новая система. Вы просто нажимаете «Исправить». И скажу я вам по своему опыту, что чем дольше вы не используете эту программу, то есть не чистите реестр, тем у вас при следующем запуске будет он дольше находить вас. И вы можете психануть, как и я сейчас. Значит, дальше. Это мы пока что не трогаем. Мы трогаем пока вот это. Запустить чистку диска. Чистку диска – это просто у вас чистят диски тоже, как и Клинер чистит диски. Только немножко по-другому, но смысл тот же самый. Так, ну давайте начнем. Опять же, сначала диск С, потом диск Д, потом диск Е, потом диск Э. Чем больше у вас дисков, тем будет дольше чистить. Опять же, я это ставлю на паузу и уже возобновляю, когда все уже произойдет. Собственно говоря, как будет конец, я уже буду записывать дальше. Все. Итак, ребята, значит, сейчас чуть-чуть уже осталось. Так, я сейчас изменяюсь. Рудко изменяюсь. Сейчас камера немножко потряслась. Значит, сейчас дожидаемся уже конечного счета и уже смотрим. Так, что-то у меня осталось. Так, чуть-чуть там осталось совсем. Сейчас ждем. Хотя нет, что-то опять долго пошло. Или нет? А, вот. Просто тут такая, короче, фишка, что если ты вот нажимаешь мышкой вот этой вот, левой, какой там, да, левой кнопкой мыши вот так вот удерживаешь рамочку, да, вот так вот, да, удерживаешь, то загрузка, она... Или, подождите. То загрузка, она приостанавливается. А когда ты отпускаешь, она снова возобновляется. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, когда ты нажимаешь вот так вот, ты ставишь окно в режиме ожидания, что ли, я не знаю, как это вообще объяснить. Ну, ладно, не будем этого делать. Так, давайте уже дожидаться, я думаю. Ну, и, собственно, этими программами вы сделаете нормальную работоспособность компьютера, а там уже и поставите ту картинку, которую вы захотите, собственно, в персонализацию заходит. Ну, это вы знаете, это любой знает, любой брак. Так что, все, как бы, вы это скачали, все эти три программы, и все. И у вас компьютер должен нормально работать. Потому что у вас и для видеокарты драйвера, это, в общем-то, установится. Единственное, что я могу вам еще показать, это, ну, это, наверное, вы тоже, наверное, скорее всего знаете. Сейчас я после этой программы покажу. Так, ну все, сейчас это должно уже, как бы, пойти уже. Ну, что там? Что-то затупило. А, нет. Ну, опять же, у меня, блядь, это, как его, у меня два месяца не очищался реестр, поэтому у меня так долго все происходит. Так, опять же, нажимаем исправить, как и в первом случае. Все, все исправлено, то есть все готово. Так, и файлы, которые у вас исправились, то есть все вот эти файлы переместились на вашу корзину. Вы просто с корзины их вот так вот очищаете, и все. И последняя, последняя рамочка, это у нас оптимизация реестра. Вы должны ее провести. Я же ее проводить не буду, потому что, если я сейчас ее проведу, то у меня отключится, отключится моя запись, потому что произойдет перезагрузка компьютера. Вы просто нажимаете запустить оптимизацию реестра, и тут можете выключить компьютер после оптимизации, по желанию. Так, либо же у вас он будет просто перезагружен. Вы нажимаете выполнить оптимизацию реестра, у вас погаснет экран чуть-чуть, то есть погаснет чуть-чуть, и будет проходить линия загрузки. Это займет недолго, минуты 2-3, и после этого вы нажмете оптимизация реестра выполнена, перезагрузить компьютер. Сейчас, да, у вас компьютер перезагружается, потом снова заходите в эту программу, открываете, и у вас все вот эти окна мигают синим таким вот цветом. Значит, у вас все хорошо. Ну что же, с этой программой мы разобрались. Собственно, ее дальнейшие функции, вот эти я рассказывать уже не буду, они в принципе не важны. Самые главные функции я уже рассказал. Единственное, куда еще можно зайти, это сейчас вам покажу, куда. В msconfig. msconfig. Нажимаем автозагрузка. И тут, собственно говоря, вот у вас все программы автозагрузки. Не все программы автозагрузки могут быть найдены в клинере в самом, а здесь они у вас точно все будут найдены. Вы просто нажимаете отключить все, применить, и у вас будет написана перезагрузка компьютера. Нажимаете перезагрузить компьютер, и все. И у вас должен компьютер включаться быстрее. Собственно, у меня так оно и происходит. Я все отключаю из автозагрузки, все очищаю с помощью этих вот трех программ. У меня есть другие программы, но они не так важны, как вот эти вот три, которые я вам показал. И компьютер у меня очень быстро выключается, и очень быстро включается. А раньше у меня он вообще там, блин, по минуты, наверное, 3-4 подключался и включался. Сейчас все происходит быстро, когда я узнал об этих программах. Так что, ребята, я вам фигни не посоветую. У меня есть опыт в этих программах. Так что все у вас будет нормально. Скачивайте и устанавливайте, и пользуйтесь так, как я вам сейчас показал. Все. Извиняю, сейчас ухо зачесалось. Все. Довольно затянулось, наверное, у меня видеоурок, но зато уже последний по этой линейке. И следующий видеоурок ждите через неделю. Я пока не верю на это, надеюсь. Ну что же, с вами был я, Кирилл. Кому я помог, разумеется, ставьте лайки, пишите комментарии, если что вдруг непонятно, что не помогло там. В общем, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Ешьте кашу по утрам, слушайтесь родителей, не получайте плохих оценок. И всем пока. До следующего видеоурока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok